Республика Казахстан утверждает себя демократическим, светским, правовым и социальным государством, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в программе. Двойное убийство в Павлодарской области. Почему истинный преступник до сих пор на свободе? Попал в поле подозрений. Как доказать в суде, что дело сфабриковано следствием? Почему прокуратура дважды не смогла убедить присяжных виновности подсудимого? Как счастливая находка чуть не обернулась по жизненным лишениям свободы? Эта трагическая история произошла в феврале прошлого года в поселке Майкаин, что в двух часах езды от Павлодара. Неизвестный около шести часов вечера проник в дом семьи Аусаровых. Внутри находились хозяин дома и его супруга. Их в округе знали как успешных предпринимателей. Злоумышленнику могло быть известно, что пожилые люди хранят немало денег и ценностей. На звук открывшейся двери отреагировал глава семьи, но, выйдя проверить, кто наведался в гости, сразу же получил от мужчины удары в лицо. В ходе завязавшейся драки преступник достал нож и нанес пенсионеру 33 колоторезанных ранения, задев жизненно важные органы. От полученных травм потерпевший скончался на месте. Его жена стала следующей жертвой нападавшего. Зайдя в прихожую, он, не теряя времени, убил женщину, нанеся холодным оружием 30 ударов. Убедившись, что все свидетели мертвы, убийца принялся обыскивать жилище. Однако его улов оказался не так велик. Пара валенок, кнопочный телефон и старый чемодан, не представлявший материальной ценности. Но главное, чем разжился преступник, это банковские карточки пенсионеров и хранившиеся в спальне конверты с пин-кодами от них. Впрочем, и на банковских картах больших денег не оказалось. Общая сумма доступных средств не превышала и тысячи тенге. Дело Дархана для меня было прежде всего своего рода личным делом. Это брат моей жены. Почему именно на него, так скажем, пали подозрения полицейских и почему его выбрали как подозреваемого. Адвокату Азамату Кауневу потребовалось немало времени, чтобы распутать клубок этого разбойного нападения. Все подозрения пали на соседа потерпевших, Дархана. Как установило следствие, именно он на следующий после преступления день попытался снять деньги с карточек убитых пенсионеров. Более того, после задержания молодого человека и допроса полицейскими, он написал явку с повинной. А позже, находясь в следственном изоляторе, подписал заявление о совершенном им особо тяжком преступлении. Эмоциональный фон очень жесткий. Я объясню почему. Дело в том, что сторона потерпевших, как они сказали, на 200% уверена, что это он. Но эта уверенность ничем не доказывается. Нет ни одного свидетеля, который бы сказал, что это он совершил. Нет ни одного свидетеля, который бы сказал, что видели, что он заходит или выходит из дома. Нет ни одного свидетеля, который бы видел, что он эти улики прячет, нож или перчатки, или с этими вещами вообще передвигается. Чемодан достаточно заметная вещь. То есть такой объемный чемодан, который пропал из дома. Тем не менее, свою вину Дархан признал. И на допросе заявил, что, готовясь к преступлению, взял нож в сарае, а также рассказал следователям о расположении комнат в соседском доме, о содержимом их холодильника и других подробностях того трагического вечера. Дело по обвинению в двойном убийстве было передано для рассмотрения судом присяжных. Из Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан. Статья 52. Состав суда. Рассмотрение уголовных дел в судах первой инстанции осуществляется единолично судьей, а по делам о преступлениях, за совершение которых уголовным законом предусмотрена смертная казнь или пожизненное лишение свободы, по ходатайству обвиняемого в составе одного судьи и десяти присяжных заседателей. Зимой 2019 года это дело рассматривалось специализированным межрайонным судом по уголовным делам Павлодарской области. Как это часто бывает в делах, рассматриваемых с участием присяжных, ключевое значение имел вопрос допустимости доказательств. Суд обратил внимание на то, что так называемая явка с повинной подсудимого и заявления о совершении им преступления состоялись уже после того, как он был задержан и доставлен в отделение полиции. Почему это важно? Дело в том, что согласно Уголовно-процессуальному кодексу, явка с повинной возможна лишь до того, как лицо приобрело статус подозреваемого. А подозреваемым оно становится непосредственно с момента задержания. В нашем случае Дархан был задержан 20 февраля 2018 года, а явку с повинной он оформил лишь на следующий день, 21 февраля. Заявление же с признанием в совершении преступления он вообще подписал 22 февраля. Иными словами, сделанные Дарханом признания не могли использоваться в качестве доказательств, что прямо предусмотрено нормативным постановлением Верховного суда от 28 апреля 2006 года о некоторых вопросах оценки доказательств по уголовным делам. Единственной зацепкой следствия были отпечатки пальцев, найденные на месте преступления. Но по словам адвоката подсудимого, экспертиза не подтвердила, что они принадлежат именно Дархану. В общем, прямых улик, подтверждающих подлинность признательного заявления, обнаружено не было. Со слов Дархана и свидетелей двух, в ночь с 20 на 21, а именно в 23 часа 30 минут, их доставили в отделение полиции. Когда он начал рассказывать, что он нашел эти карточки, непосредственно начальнику отделения полиции, тот вышел из кабинета, обыскал его, вышел из кабинета, после чего зашел другой полицейский, начал на него орать, это ты их убил, давай признавайся. Потом, со слов Дархана, они перевели его в другой кабинет, и там уже начали в течение трех часов пытать его, и уже когда дело дошло до таких вот низких вещей, о которых я даже говорить не хочу, под угрозой совершения вот этих вот, так скажем, действий, он сдался и согласился написать явку с повинной, после чего под их диктовку он это сделал. В итоге суд, основываясь на положениях Уголовно-процессуального кодекса, признал все показания обвиняемого недопустимым доказательством, которое не могло быть предъявлено присяжным. Как было установлено судом, протокол допроса Дархана существенно отличался от прилагавшейся к нему видеозаписи. Например, согласно протоколу, Дархан детально описал использованный в качестве орудия преступления нож, который, кстати, так и не был найден следствием. Однако на видеозаписи допроса ничего о ноже не говорилось. Точно так же, вопреки тексту протокола, на видеозаписи подследственной ничего не говорил о расположении комнат в доме убитых и о способе, которым он покинул дом. Наконец, вопреки прямому требованию Уголовно-процессуального кодекса, по окончании допроса Дархану не была воспроизведена его видеозапись. Единственная вина Дархана заключалась в том, что он, найдя выброшенные настоящим преступником банковские карточки супругов Аусаровых, попытался снять с них денежные средства. Присяжные проголосовали за невиновность Дархана в совершенном преступлении. Разумеется, сторона обвинения не согласилась с оправдательным вердиктом и обратилась с апелляционными жалобами и ходатайствами в вышестоящую судебную инстанцию. В отличие от многих институтов права, присяжные прописаны в Конституции. Поэтому игнорировать этот институт и решения, принимаемые с его участием, никак нельзя. Все основания для отмены или изменения приговора, постановленного с участием суда присяжных, прописаны. Приговоры, постановленные с участием присяжных заседателей, не подлежат отмене за некоторыми изъятиями. Прокуратура настаивала на том, что суд неправомерно исключил из числа допустимых доказательств главные свидетельства виновности Дархана, его явку с повинной, а также признательные показания, которые по утверждению обвинения были сделаны абсолютно добровольно и в соответствии с законом. Прокуратура считала, что в этот момент Дархан, хотя и был задержан, но еще не был подозреваемым. А несовпадение протокола и видеозаписи допроса объясняется многочисленными остановками, из-за чего не весь разговор был снят на камеру. Время совершения убийства ему вменяли с 18 до 18.20. Почему появилось это время? До этого в явке с повинной он написал около 17 часов под их диктовку, но позже они поменяли это время по одной простой причине. Запросили детализацию его звонков и нашли самый большой промежуток, где он ни с кем не разговаривал. С 18 до 18.20. К этому времени уже родители его приехали и находились дома. То есть они подтверждают, что он был дома, он убирался в сарае, они говорят. Это время же подтверждает друг его, который помогал ему с хозяйством. Они считают, что он вот за этот период, то есть встретил родителей, завел домой, побежал, сбегал, убил двух людей, спрятал там вещи, куда непонятно, постирал вещи и оказался дома 18.20. После чего приехал его друг и они вместе сели чай пить. Сторона обвинения стояла на своем, отметив, что суд первой инстанции не придал значения тому обстоятельству, что Дархан сам рассказал полицейским о похищении валенок из дома потерпевших, причем сделал это еще до того, как дети убитых пенсионеров заметили их пропажу. В своем ходатайстве прокуратура просила суд апелляционной инстанции отменить оправдательный приговор и вернуть дело на новое рассмотрение суда присяжных. Увы, у нас такая практика сложилась в отношении именно оправдательных приговоров, что по формальным основаниям оправдательные приговоры практически всегда отменяют. За последние два с половиной года сто процентов оправдательных приговоров, эту статистику можно перепроверить, запросить в Верховном суде, сто процентов оправдательных приговоров отменяют по формальным основаниям суд апелляционной инстанции. То есть, понимаете, какое недоверие людям простым, какое недоверие решению присяжных у профессиональных судов. Так и случилось, хотя решение суда присяжных отменяется исключительно в случае грубейших нарушений норм процессуального характера. 5 апреля 2019 года судебная коллегия по уголовным делам Павлодарского областного, суда рассматривала апелляционное ходатайство прокуратуры и апелляционную жалобу адвоката потерпевших. Суд отметил, что отказ в исследовании допустимых доказательств, которые могут иметь существенное значение для исхода дела, является нарушением уголовно-процессуального закона, влекущим за собой отмену состоявшегося приговора. Коллегия, в частности, посчитала, что дополнительный допрос детей убитых, на котором ранее настаивала прокуратура, может многое прояснить в этом деле. По версии обвинения о пропаже валенок, потерпевшие сообщили следствию только 3 марта на допросе, тогда как обвиняемый рассказал о них во время следственного действия еще 21 февраля. То же самое касалось и пропавшего после убийства Чемодана. Получается, что Дархан раньше потерпевших знал, что похищено в доме пенсионеров. Кроме того, коллегия отметила, что решение суда первой инстанции об исключении из числа доказательств явки с повинной и заявления Дархана о совершении им преступления было немотивированным и принятым без обсуждения со сторонами, что также ограничило их процессуальные права. Далее коллегия нашла, что в ходе судебного процесса обсуждались вопросы, которые, согласно закону, не подлежат обсуждению в присутствии присяжных заседателей. К таким вопросам, например, относится заявленный стороной защиты отвод председательствующему и последовавшая за ним словесная перепалка, свидетелями которой стали присяжные. Наконец, коллегия посчитала, что в ходе судебных премий с участием присяжных стороны вправе лишь говорить, то есть доносить до присяжных только речевую информацию, но не показывать им какие-то документы, схемы и макеты, что неоднократно делали адвокаты подсудимого. С учетом всего изложенного суд апелляционной инстанции отменил оправдательный приговор и направил дело на новое судебное рассмотрение суда присяжных в ином составе. На мой взгляд, они должны разобраться на самом деле, есть ли вина этого человека, доказано ли то, что это он сделал, прежде чем по формальным основаниям отменять уже состоявшийся оправдательный приговор. Судей по конкретным делам не подотчетны, понимаете, никому у нас в стране, кроме, значит, высшестоящих судебных инстанций. Поэтому, когда такие дела завершатся производством, решения по ним вступят в законную силу, я думаю, у научных кругов всегда есть возможность через соответствующие интернет-ресурсы Верховного государства добраться до этих решений и сделать какой-то теоретический вывод. 25 июня 2019 года дело вновь рассматривалось специализированным межрайонным судом по уголовным делам Павлодарской области. И даже после устранения тех процессуальных ошибок, которые были допущены в первый раз, новый состав присяжных проголосовал за невиновность Дархана. Он получил право на возмещение причиненного ему ущерба, а прокурор – судебное предписание о принятии мер по установлению настоящего преступника. Мы в суде не рассматривали вопрос пыток вообще, понимаете? Вопрос пыток – это отдельное уголовное дело было возбуждено. Он опознал двух полицейских, которые его пытали, из трех непосредственно. Несмотря на то, что в материалах этого дела имеется судебно-медицинская экспертиза, которая подтвердила на нем следы побоев, несмотря на это этот спецпрокурор Нургазинов прекратил это уголовное дело за недоказанностью пыток. То есть, по сути, кроме него одного, показать свидетельские показания, сказать о том, что против него было, никто не смог. То есть, нет свидетелей. Мы обжаловали этот акт на сегодняшний день, пока он, так скажем, в зависшем состоянии. Какие уроки можно извлечь из этой истории? С одной стороны, наш герой сам навлек на себя подозрения, попытавшись воспользоваться чужими банковскими карточками. С другой, вновь приходится констатировать полное пренебрежение полиции процессуальными правами подозреваемых, когда на основе одного косвенного доказательства из человека всеми правдами и неправдами выбивают признательные показания. Но и самое главное, не нужно мириться с несправедливостью, ведь шанс выйти победителем из сложной юридической ситуации есть всегда. Это была программа «Дело особой важности». Смотрите нас на канале Хабар-24 и будьте в курсе самых сложных и самых резонансных дел казахстанской судебной практики. Субтитры создавал DimaTorzok